Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Все идет по плану. Работа по реконструкции бассейна «Виктория» ведутся строго в соответствии с графиком. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. В городской администрации состоялось совещание по проблеме реализации полисов ОСАГО на курорте. Общими усилиями сделаем город уютнее. На проектной сессии активисты предложат свои идеи по благоустройству Анапы. Глава Анапы Сергей Сергеев принял участие в совещании по вопросам защиты прав граждан, участников долевого строительства. Сегодня в Сочи его провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На территории Краснодарского края 374 застройщика возводят 1013 объектов в рамках законодательства о долевом строительстве. Это около 200 тысяч квартир, по которым в настоящее время заключено 52 тысячи договоров долевого участия. По ставить 9 объектам нарушены сроки исполнения обязательств по сделкам перед гражданами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. К сожалению, Анапу не обошла стороной проблема обманутых дольщиков. На территории города-курорта расположены 6 объектов, возведенных в том числе за счет привлеченных средств граждан, перед которыми застройщики не выполнили обязательства. Пострадавшими от их действий считаются 504 дольщика. И в продолжение темы. В список проблемных объектов долгостроев могут пополнить многоквартирные дома на Парковой 79. В голове курорта обратились пострадавшие от бездействия недобросовестного застройщика люди. Сергей Сергеев подчеркнул, добиваться завершения строительства надо совместными усилиями. Здесь не шумит строительная техника, но невысокий сезон тому причина. Официальная версия – строительство приостановлено генподрядчиком из-за отсутствия финансирования. Многоэтажки на Парковой могут превратиться в долгострой. И тогда свыше 200 человек останутся без жилья и денег, вложенных в эти стены. На приеме главы Анапы – обманутые дольщики. Дорога стоит, разворовано, возбуждены уголовные дела и так далее. Дальше якобы, как со словом Чауса, генерального подрядчика, якобы там 63 миллиона украл у них подрядчик. Это говоришь о развитии. Ну и так далее. Друг на друга. Вот так вот все рядом и крайних там не найдешь. К Сергею Сергееву анапчане пришли с конкретными просьбами оказать содействие в сохранении имущества дольщиков и организовать собрание с новым гендиректором, назначенным на должность в конце июня. Глава курорта радужных перспектив не обещает, но подчеркивает – обратиться во все инстанции, которые способны повлиять на положительное развитие ситуации. Мы на вашей стороне. И, к сожалению, вот так случилось. Ну что, вы действительно обманутые дольщики. В вашем доме было разрешение. Набиваться будем совместными силами. Мне лишние 200 дольщиков обмануты. Совершенно не нужны на территории. Сохранить эти стены от разворовывания, чтобы было что достраивать – сделать это в силах полиции. Глава НАПА обратится к Андрею Терехину, начальнику ОМВД по городу-курорту. Собрание с новым гендиректором должно пройти под председательством управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края. Люди устали от неопределенности. Если застройщик будет признан несостоятельным, то объект включат в реестр проблемных. И появится реальная перспектива достройки дому. А мы напоминаем нашим зрителям о проблеме самовольного строительства. Не становитесь жертвами мошенников. При выборе застройщика всегда требуйте разрешительную документацию. Информация о самостроях размещена на официальном сайте администрации города-курорта. Также все сведения о строящемся жилом объекте можно уточнить в Управлении архитектуры и градостроительства по адресу Терская, 190, телефон 42623. И к другим темам. Работы по реконструкции бассейна «Виктория», выполненные на третьей, ведутся строго в соответствии с графиком. До конца июня планируется завершить демонтажные работы и начать установку новых систем. Параллельно специалисты укрепляют несущие конструкции. Финансирование идет в рамках государственно-частного партнерства. Две трети средств выделил депутат Госдумы Иван Демченко. Завершить работы планируется в конце октября. Здесь была отреснувшая плита перекрытия. Сюда установят новую. Дефект выявили в ходе обследования около года назад. Тогда один из застройщиков вырыл котлован в считанных метрах от фундамента. Летом прошлого года Анапский суд запретил строительство, а в администрации спортшколы приняли решение осушить бассейн. О нем говорят как о единственном верном, потому что ключевая задача – обеспечить безопасность детей. Это несущие колонны. Их конструкцию укрепляют с использованием современных технологий. На сегодня работы выполнены примерно на треть. До 1 июля планируется завершить демонтаж. Масштаб работ связан с установкой новой системы перелива воды. Она позволит ежедневно экономить по 150 кубометров. В деньгах это порядка 5000 рублей или более 1 миллиона рублей за весь учебный год. В руководстве спортшколы говорят, что для бюджетного учреждения это значительная сумма. Открыть бассейн планируется к 1 ноября. Но это уже с учетом всех возможных задержек. Компания работает четко. И все работы выполняются в соответствии с графиком. Реконструкция ведется по схеме государственно-частного партнерства. Заключен трехсторонний договор между частным фондом, детско-юношеской спортивной школой и подрядчиком. Администрация города оплатила проектные работы. Первые 7 миллионов половины запланированной суммы уже поступило. 10 миллионов нам спонсирует Демченко, вот Иван Иванович. И еще порядка 4 миллионов выделено из муниципального бюджета для приобретения технологического оборудования. Перед тем, как принять решение о финансировании действующий депутат Госдумы, Иван Демченко изучил состояние бассейна и договорился о взаимодействии с муниципалитетом. Мы совместно с главой. Вопрос этот уже отработали Сергею Павловичем. Более тысячи детей сегодня ходят в бассейн. Всю зиму пусть плавают. От моря не отвыкают. И купальники пусть далеко в ящички не складывают. После купального сезона. Пока идут ремонтные работы, юные пловцы занимаются на базе Всероссийского детского центра смена. Уже завтра они примут участие в финале Кубка головы Кубани по плаванию. Внимание жителей Анапы. В Краснодарском крае резко обострилась ситуация с нашествием марукской саранчи. Одной из причин нашествия насекомых специалисты называют повышенную солнечную активность. Известно, что этот вид саранчи какой-либо опасности для людей не представляет. Он вредит возделываемым культурам и декоративным насаждениям. В целях предупреждения чрезвычайной ситуации необходимо своевременно выявлять и уничтожать особо опасного вредителя. Недостаточное внимание к этой проблеме приведет к возникновению чрезвычайной ситуации. В случае обнаружения стаи марукской саранчи или других саранчевых, нужно незамедлительно звонить по телефону горячей линии в Анапе 46937 45217 в рабочие дни с 9 до 18 часов и 40390 круглосуточно. Каждому водителю необходим полис ОСАГО, но купить его непросто. Его продают либо с нагрузкой в виде страхования имущества или жизни, либо за реальную цену, но с многодневными очередями, списками и перекличками. Что это? Временная инициатива страховщиков, постоянная практика или технический сбой? В этом разбирались на совещании Совета муниципального образования. На совещании были приглашены представители страховых организаций, Роспотребнадзора, МВД и прокуратуры. Основной вопрос – почему жители и гости города-курорта не могут приобрести полис ОСАГО без дополнительных затрат, времени и денег? В данный момент ситуация такова, что в очередях за этим документом стоит иногда до 200 человек. Причем большинство страховщиков отказываются комментировать ситуацию. Мне сказалось, что это надо 3-4 дня в очереди стоять ждать. Очень девушка, не культура, особенно разговаривала, сказала, что вы сами должны все знать и понимать. У нас не хватает страховщиков. Роспотребнадзор вообще не ответил. Альфа-страхование, значит, сказали, что мы кто-то не страхуем, согласие не ответило. Из восьми приглашенных на заседание страховых компаний в совещании приняли участие всего две. Остальные попросту проигнорировали приглашение. Комментировать сложившуюся ситуацию пришлось представителям САГАЗа и альфа-страхования. Со слов страховщиков, ситуация на рынке ОСАГА весьма сложная. Заниматься этим видом страхования становится убыточно. Не последнюю роль здесь играют перекупщики, которые выкупают страховые дела у попавших в ДТП граждан. Решить этот вопрос можно только совместными усилиями при взаимодействии администрации города и страховщиков. Мы предложили свои варианты. Это организовать окна в МФЦ, в нашем центре. Потом направить сообщения своих не вышестоящих руководителям о том, чтобы увеличили численность. Потому что из-за численности все, но заполнение два бланка в сутки, конечно, это очень плохо. И отсюда и создаются очереди по 170 человек. И, как вы увидели на сегодняшний день, где люди и руководители в этом заинтересованы, там очередей нет. А где это относится безразлично, особенно считая себя анапчанами, но к анапчанам и гостям относятся безразлично. Там и, грубо говоря, бардак. И не хотят исправить это положение. Поэтому мы будем вынуждены обращаться в вышестоящую организацию. Ну и, конечно, обращаться к нашему злобину Максиму Игоревичу, это к нашему прокурору, чтобы он тоже нам помог в этом навести порядок, в этом вопросе. Мы следим за сложившейся ситуацией и о мерах, принятых для решения этой проблемы, расскажем в дальнейших выпусках новостей. В Краснодарском крае создан союз производителей безалкогольных напитков. В его состав войдут 16 кубанских производителей из Анапы, Горячего Ключа, Геленджика и других районов края. Союз образован при поддержке Краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя и Регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как заявлял ранее руководитель регионального департамента потреб сферы Юрий Поляков, необходимо увеличить присутствие в торговых сетях продукции местных производителей минеральной и питьевой воды и тем самым обеспечить потребителей кубанской продукции, помочь производителям полностью использовать их производственные мощности. Цитирую, губернатор поставил задачу. Люди, приезжающие на Кубань, должны видеть местную продукцию, начиная с автозаправочных станций, в отелях, санаториях, магазинах, напомнил Юрий Поляков. В соответствии с поставленными задачами, Союз будет представлять интересы кубанских производителей безалкогольных напитков и способствовать продвижению их продукции и расширению рынков сбыта на территории Краснодарского края, а также других регионов России. Архитекторы, дизайнеры и все жители города-курорта, кому не безразлично, как выглядит их родная Анапа, предложат проекты по улучшению городской среды в районе сквера имени Аванесова на Высоком берегу. Встречи и обсуждения и инициатив будут проходить на базе Анапского сельскохозяйственного техникума в течение трех дней. Проект активистов поддержали городские власти. Это своеобразный островок, где можно припарковать велосипед, почитать книгу, предусмотрен интернет по радиоканалу. На фоне асфальта и бетона он выглядит уютным уголком. Проект реализован в Ростове-на-Дону. Архитектор Алексей Карачинский предложил использовать опыт в Анапе. С 1 июля в течение трех дней на базе Анапского сельскохозяйственного техникума эксперты по городской среде, а также просто неравнодушные люди будут предлагать свои идеи. Задача не менять инфраструктуру глобально, а скорее дополнить ее полезными деталями, которые в итоге добавят комфорта гостям и жителям города-курорта. Будем это делать все в формате вот такой вот проектной сессии, то есть такое интенсивное проектирование, можно сказать, мозговой штурм. Ну там может быть какая-то солнцезащита, может быть питьевые фонтаны, может быть нестандартные элементы посадок, росписи, стен, там, я не знаю, все что угодно может быть. Я пока, как бы, этих объектов может быть бы огромное количество. Для начала было решено взять район сквера имени Аванесова на высоком берегу. Планируется выйти на место, поспрашивать у прохожих, чего бы им хотелось. Проекты, выработанные в ходе трехдневного марафона, представят потенциальным спонсорам, а также представителям администрации, где инициативу поддержали. Очень положительно отношусь к этой инициативе. Если будет сотрудничество конструктивное, по-деловому, мы с удовольствием примем все их предложения, будем приглашать на рассмотрение проектов благоустройства. Я им сказала о том, чтобы они представляли нам эскизные проекты. Мы с удовольствием вместе будем выходить на место, будем проектировать, будем мечтать, решать, исполнять, выполнять, делать. Организаторы говорят, что предсказать результат мероприятия достаточно сложно, но одна из целей – найти единомышленников, проработать формат. Если он окажется удачным и принесет свои плоды в виде воплощенных идей, то проектные сессии сделают регулярными. В Краснодарском крае в этом году на организацию тематических лагерей и других форум детского отдыха выделили 12 миллионов рублей. Около 400 тысяч кубанских школьников смогут отдохнуть в профильных лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. В крае 1019 таких лагерей. В муниципалитетах пройдут 84 тематические смены с участием почти 5000 школьников. В рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани» состоятся еще 22 краевые тематические смены, которые позволят оздоровить 2180 подростков. Органами профилактики безнадзорности несовершеннолетних приняты меры для обеспечения максимальной занятости школьников. Это особенно важно для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 29 июня, в связи с проведением ремонтных работ с 13 до 17 часов, будет частично прерванное электроснабжение в Анапске, Усатовой Балке, Тарусе, Нарасвете и Заре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.